Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Последние 20 лет, приезжая в Израиль, я всегда говорил, что одно из моих любимых мест – это то, на котором я нахожусь сейчас. Во-первых, это не руина, а история. Во-вторых, это похоже на съемочную площадку. Вот не она. Это крепость, которая была построена на горе возле границы Сирии и Ливаном. Называется она крепость Немрода. Немрод никак не связан с ее постройкой, но еврейская традиция гласит, что Немрод был похоронен в горах этой местности. А это вполне возможно. Сегодня я поделюсь с вами посланием, которое было в моем сердце и духе уже некоторое время. Я поднимал эту тему, когда проводил служение пробуждения или конференции. И главный стих на эту тему находится во втором послании Коринфянам, 12 главе. Апостол Павел говорит там, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангелы сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Я хочу задать вопрос всем нашим зрителям. Каково ваше жало в оплоти? Фраза «жало в оплоти» в этом стихе весьма интересна. Я решил поискать в интернете, что, по мнению людей, означает фраза «жало в оплоти». И я нашел три варианта. Первый — личные проблемы. Второе — тайная слабость. И третье — регулярные нападки со стороны других людей. Хотите узнать, чем было «жало в оплоти» Павла? Готовы? Всеми тремя. Всеми тремя. И я постараюсь описать вам это в продолжении передачи, а затем помогу применить эти знания к той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Когда Бог вывел детей Израиля из египетского рабства в землю обетованную, они были без своей земли на протяжении сотен лет. Они жили в Египте и выросли из семидесяти человек или душ, как говорит Библия, до шестисот тысяч воителей, как сказано в исходе 12 главе. Когда они уходили, то забирали с собою жен и детей. Бог сказал им нечто важное, но они не обратили на это внимания. Они наломали дров в той сфере, которую я хочу показать вам, в числах 35 главе, 55 стихе. Бог обращается к Израилю и говорит, «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них, оставшиеся из этих племен, будут серновником для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить или угнетать вас на земле, в которой вы будете жить». И вот что должно было случиться. Иисус новин вел молодое поколение. Это были мужчины в возрасте до 40 лет. Чтобы быть солдатом, вам должно быть больше 20. Итак, возьмем всех воителей в возрасте от 20 и до 40. Из каждого колена были десятки тысяч таких людей. Иисус новин должен был ввести их в землю обетованную. Но это не была простая задача. И вот почему. Первым они завоевали и Ерихон. Вторым городом, который они завоевали, и из которого у них возникли проблемы из-за греха, был город Ай или Гами. Если посмотреть на другие города, которые Бог повелел им завоевать, то мы увидим еще 31 ханаанский город. Некоторые из них были весьма большими. Ими управляли цари и лидеры племен. Другие были весьма небольшими. Идея состояла в том, чтобы войти в землю обетованную и вступить в бой, дабы захватить эти города. За 40 лет были другие битвы. Например, Моисей сразился с Огом, царем Вассанским. Его кровать. Если перенести ее измерение на современный размер, получится 18 футов в длину и 4 фута в ширину. Вот насколько большой была кровать Ога, царя Вассанского. Но Моисей победил его. Сигон жил на другом берегу реки Иордан. Моисей и его войско победило также его. То есть у них были битвы на Святой Земле, но не на том уровне, на котором должен был воевать Иисус новин. Бог дает им это предупреждение. Это важно, и я не хочу, чтобы вы это упустили. Бог говорит, что в той земле живут 7 еев, 7 главных племен. Если вы не разберетесь с ними, то вам придется разбираться с их идолами. И вот что происходит с людьми. Это происходит всегда. Люди, которые любят Господа, которые посещают Дом Божий, говорят об Иисусе, хвалятся Иисусом, начинают смешиваться с тьмой. Они начинают смешиваться с людьми, у которых нет завета с Богом. В итоге их свет начинает меркнуть. Их свеча оказывается под сосудом. Им не хватает кислорода, и их свет угасает. Это происходит с людьми постоянно. Иногда это происходит со спортсменами. Иногда это происходит со звездами Голливуда, у которых были отношения с Богом. Они держатся некоторое время. Писание говорит, что людей хватает на определенное время. Но за слово приходит гонение. Враг может использовать людей, чтобы украсть слово из их сердец. В итоге они перестают гореть для Бога так, как горели раньше. И вот что происходит. Мышление неверующего, мышление грешника, начинает влиять на мышление верующего. Вот почему Иисус и апостол Павел говорят об этом. Какое общение у света с тьмой. Что общего у детей дьяволы с детьми Божьими. Я знаю, что мы должны работать с людьми, должны любить людей, безусловно. Речь здесь не об этом. Он не говорит о том, чтобы работать с ними, вести с ними какие-то дела. Они все могут напиваться, но ваша совесть говорит вам, что вы не можете этого делать. Мы говорим о ситуации сознательного сотрудничества с детьми тьмы. Мы учим нашу молодежь, что не стоит встречаться, пока вы не достигнете определенного возраста, потому что мальчики еще не зрелые. Я говорю правду. Сейчас мальчики становятся зрелыми лишь в 26 лет. В 21 год они все еще сидят в подвале у мамы, играют в игры и живут в мире фантазий. Простите, но это правда. Мы говорим, не отдавайте свое сердце тому, кто будет лишь опытом или экспериментом для вас, потому что вам будет больно. И вот что происходит. Это происходит во всех церквях, и не только в церквях. Молодежь решает, что хочет посмотреть на мир. Они идут в клубы, идут гулять с парнями, в итоге у них завязываются отношения, а после того, как они вступают в отношения с девушкой, и она теряет свою девственность, то что они делают? Они бросают ее ради другой. Бедный ребенок разочарован и ранен. Но если бы она послушалась лидеров, которые говорили ей, не имей общения с тьмой, ей не пришлось бы переживать эти ужасные вещи. И то же самое работает и со взрослыми людьми. Это работает с молодыми людьми, которым по 20 и 30 лет. Но почему-то люди верят, и Израиль в том числе, что они могут смешаться с амореями, мавитянами, хитеями. Они думали, что могут смешиваться с людьми, которые приносят в жертву своих детей идолу молоху, бросая их в огонь. Они думали, что могут смешиваться с астартами, устраивать оргии, и у них все при этом будет хорошо. Но Бог сказал им, если вы не отделитесь от этих людей, когда войдете в землю обетованную, то у вас будет игла в бедре, бедро влияет на то, как вы ходите. У вас будет церновник в глазах. Кому-то из вас когда-нибудь попадало что-то маленькое в глаз? Даже если это какая-то мелочь, попадет в ваш глаз, он начинает печь и болеть. Бог говорит, вы навредите себе, если не сможете разобраться с терновником. Есть два вида терновника. Первый. Есть терновник, который вы приносите в свою жизнь. Иногда дело не в дьяволе, а вас лично. Вы сами могли стать причиной той ситуации, в которой оказались. Есть и другие терновники, вроде ковида. Это посланник сатаны. Это атака сатаны, врага. Я хочу помочь вам разобраться с этим. Я скажу вам то, что Бог сказал Израилю. Бог сказал Израилю, я хочу, чтобы вы изгнали их, избавились от них, но вы не сделали этого. И вот что мы сделаем. Я позволю этим племенам остаться в земле и жить с вами. Это слова, которые, говорит Бог, я сделаю это, я не выгоню их. Я использую их, чтобы научить вас воевать. Я использую их, чтобы научить вас тому, как вступать в битву, как проходить через нее. Бог говорит им, я мог изменить ситуацию, мог изгнать их, мог послать язву и уничтожить их, но так как вы решили жить с тем, что в итоге станет церномником для вас, я оставлю их, чтобы показать это вам. Я хочу, чтобы вы увидели этот стих. Это книга Судей, 2 глава, 22 и 23 стихи. Чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господней и ходить по Нему, как держались отцы их или нет. Я ставил Господь народы сиим и не изгнал их вскоре и не предал их в руки Иисуса. Бог говорит, эта ситуация станет для вас проверкой. Слово «проверка» на иврите означает проверять что-то или испытывать что-то. Испытывать – это когда вы берете золото, которое нашли в горах, и бросаете в горячую печь. Золото начинает плавиться при одной тысяче девятистах сорока восьми градусах. Где мы, пророческие люди? А вы слышали? Одна тысяча девятьсот сорок восемь градусов. А ведь Израиль стал страной в 1948 году после Холокоста. Это было худшее из испытаний, которые они прошли. Разве это не интересный факт? Скажите мне. Само золото начинает плавиться при этой температуре. Я решил поделиться с вами этим фактом. Испытывать – это проверять нечто вроде золота в огне, чтобы избавиться от примесей и сделать его чистым. А вот что Бог говорит им. Он говорит, «Так как вы не разобрались с этим, я позволю им остаться, потому что вам придется пройти через процесс испытаний и вызовов. Все потому, что вы решили жить с другими племенами этой земли». Самое грустное – это то, что случилось с Древним Израилем. В итоге даже царь Соломон, которому Бог являлся дважды, начал брать себе в жены множество женщин. Библия говорит, что чуждые женщины отвратили его сердце от Бога. Если вы будете читать Библию, то увидите, что царь Соломон приносит своих детей идолу Малоху. Малох – это бронзовый идол, он не был особо большим, но находился на пьедестале. У него был открытый живот, который наполняли деревом и соломой, разжигая огонь. И когда костер разгорался, идол нагревался, а детей клали на руки этому идолу. Некоторые ученые говорят, что они могли даже бросать своих детей в огонь в качестве последней жертвы. Представьте себе это. Человек, которому Бог явился дважды, взял из себя чуждых жен, которые поклонялись идолам. Но вместо того, чтобы сказать, «Я не буду поклоняться вашим ложным богам», он сам начинает поклоняться им и приносить в жертву своих детей. Это внуки Давида. Он приносит своих детей в жертву Малоху. Иногда мы не осознаем то, как определенные ситуации влияют на людей. Это может привести к тому, что они окажутся там, где не хотели бы быть. Вот что Библия говорит нам об этом. Я хочу поговорить об этом немного. В книге Судей, 3 главе, 1 и 2 стихах мы читаем, «А вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать имя израилетян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов израилевых, которые прежде не знали ее». Это сынодальный перевод. Не все слова в нем могут быть понятны, поэтому я перефразирую вам то, что он сказал. Он говорит, «Вы не знаете, как воевать, как вести войну». Я воспользуюсь этой ситуацией и оставлю все эти племена с их безумием здесь, чтобы вам пришлось разобраться с ними. Кроме того, я научу вас воевать, потому что эти племена поднимутся против вас, и вам придется научиться воевать. Вот интересный момент, на который вы должны обратить внимание. Это важно. У нас есть поколение, которое унаследовало все, но не знает, как стоять в вере. Я смотрю на людей, если вы не видите. У нас есть поколение, которое получило в наследие самые большие церкви в мире. За эти здания уже заплатили. Им даже не нужно платить десятину, чтобы покрыть расходы на аренду. Старшее поколение жертвовало, чтобы купить эту землю и построить эти здания. Моя мама продавала пироги в церкви Вирджинии и готовила ужины, чтобы заработать деньги на церковные растраты. Пусть Бог благословит женщин в Биг Стоунгэп. Я до сих пор помню их имена, хотя тогда мне было 5-7 лет. Если бы не их жертвы, там бы не было сегодня ничего. А вот что случилось. Когда вы передаете следующему поколению что-то, что ничего им не стоило, они не будут это ценить. Уверен, я могу услышать «Аминь». Это происходит в духовном мире, в церквях. Ведь если человек не вкладывает свое время и деньги во что-то, то он это не оценит. А вот что я хочу донести до вас. У нас есть поколение, которое любит музыку Госпел. Они готовы слушать эту музыку весь день. У нас есть поколение, которое любит хорошие проповеди, учения и примеры. Все это чудесно. Но есть ли у нас поколение, которое умеет воевать? Есть ли у нас поколение, которое, когда враг придет, как потоп, позволит Духу Святому поднять знамя? Или у нас есть поколение, которое, когда кто-то обзывает в школе святошей, готовы отказаться от Иисуса? Есть ли у нас поколение, которому говорят «ты христианин», ты пытаешься скрыть, что ты христианин в школе, а потом кричишь по воскресеньям в церкви, чтобы Иисус знал, что ты его любишь? Так не работает, друзья. Он сказал, что если вы отречетесь от него перед людьми, то он отречется от вас. Но если вы признаете его перед людьми, то он признает нас и исповедует нас перед Отцом Небесным. Вот что говорит Слово Божие. Я хочу сказать вам нечто. Именно трудности учат нас бороться. Мы наследуем обетование с помощью терпения и молитвы. Вот что говорит Павел. Апостол Павел говорит, чтобы не возноситься выше меры. Что он имел в виду? Павел получил семь великих откровений в Новом Завете, которые записаны в посланиях. Больше такого не было ни у кого. Петр не получил их. Другие апостолы не получили их. Только он, будучи евреем, который служил язычником, он получил это и говорил мне, побывавшему на третьем небе и видевшему то, что не видели другие, было бы легко вернуться и стать надменным. Но Господь допустил жалоба плоти посланника сатаны. Греческое слово посланник это слово ангел, это одно. Чтобы удручать меня, слово удручать означает встать и упасть на землю, встать и упасть на землю. В буксе такое бывает, когда человека бьют в ухо, и он теряет равновесие. Он говорит, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. И вот что он говорит, я трижды просил у Господа, чтобы это ушло от меня. Я хочу спросить, а кто из вас когда-либо просил помощи у Господа? Поднимите руку. У кого из вас бывало так, что вы не получали ответа на свои молитвы? Знаете, что Бог сказал Павлу после того, как он трижды помолился? Во втором послании к Коринфянам, 11 главе, он перечисляет 22 ужасные вещи, через которые прошел кораблекрушение, избиение, наказание. Это было ужасно. А потом он говорит, пусть этот ангел-дьявол перестанет бить меня и оставит в покое. А Господь достаточно для тебя моей благодати. Я люблю изучать слова, и поэтому исследовал корень греческого слова «достаточно». И корень этого слова означает поднимать преграду или отодвигать от чего-то. Фактически Бог говорил, Павел, разве ты не понимаешь, что я дам тебе благодать, чтобы поставить преграду между тобой и тем, что происходит, дабы ты мог устоять в конце. Аллилуйя! То есть достаточно для тебя благодати не означало, я хочу, чтобы у тебя и дальше были проблемы. Бог говорил ему, я хочу показать тебе, насколько ты благословен. У тебя возникают проблемы, но ты выживешь. Тебя побили камнями в листве, а ты вернулся на следующий день, чтобы проповедовать Евангелие. Тебя укусила змея, от которой ты должен был умереть за пять минут, но ты остался жив. Павел, ты потерпел кораблекрушение. Все должны были утонуть, но все спаслись. И во всех примерах, когда враг пытался повалить его на землю, он посадил Павла и силу в тюрьму. Вот это жало посланник дьявола. Но Павел начал петь в тюрьме в полночь, и тогда стены тюрьмы затряслись, и Бог не только освободил его, но и спас всех в той тюрьме. И вот почему я говорю вам об этом. Какое бы жало у вас ни было, с какой бы ситуацией вы не сталкивались, с какой бы проблемой вы не сталкивались, Божьей благодати достаточно, чтобы помочь вам устоять и продолжать. Я всегда говорю детям, будьте смиренны, готовы к покаянию. Всегда будьте готовы сказать Богу и людям, что вы сожалеете, когда допустили ошибку. Вот кому Бог поможет, а Он поможет вам победить. Ну и в завершение я хочу сказать, что жало в оплоти Павла закончилось. В последней части книги Деяний он оказался в Риме. И сказано, что он был в своем доме, и никто ему не мешал. На два года Павел получил полную свободу от этого жала. Бог также поможет и вам пройти через то, что вы проходите. Мы были в крепости Немрода на севере голландских высот. Спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов, связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи и запретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. 13 глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска. Подготовка и выживание в трудное время. Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска, «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его турам по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску. Оставайтесь с нами. Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств. История повторяется. Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу пророчеств. Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 21-й год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, в церковь к моему другу-пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, в студии, и через линзу камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стране. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал, или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелие оттуда. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии. Мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране, о вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн, будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Хочу, чтобы вы знали, что с Божьей помощью, с вашими молитвами и поддержкой мы сможем сделать много всего разного и нового, и будем достигать людей. Через линзу камеры будут происходить чудеса. Не падайте духом.